Музыка Полторы недели до активного половодия. Подготовку к весне обсудили на очередном заседании регионального правительства. Большая просьба главам муниципальных образований самим посмотреть, что происходит. Потому что вот с Алексеем Рашидовичем мы вчера тоже выезжали на одну из улиц, на Тосе Потапово. То есть если водоотводной канал расчистили, но дальше проток к иловой карте, он соответственно не расчищен. В итоге эта отметка получается выше уровня грунта. Понятно, мы понимаем, что все это туда стечет, появится большая лужа, и все перетечет обратно туда же к домам. По информации специалистов гидромедцентра, паводок ожидается в конце третьей декады марта, начиная с 25 числа. На полях и в бассейнах рек сегодня снегозапасы превышают многолетние значения, в среднем в два раза. Зато почва промерзла меньше. Есть районы, где уровень достигает только 10 сантиметров. Меньше в этом году и толщина льда. Ну, в принципе, погодные условия пока еще не способствуют активным весенним процессам. Вот трое суток у нас будут ночью довольно низкие температуры для весны, от 8 до 13, днем около нуля. В следующие трое суток, в марте, будет активное тепло, где ночью будут положительные температуры, и днем максимум может прогреться воздух до 6-8 градусов. Превентивные меры в Ульяновской области начались с понедельника. Готовы пункты временной эвакуации, определены затороопасные участки. В регионе их семь. Сейчас первостепенная задача – очистка низководных мостов и ливневых канализаций. В этом году взрывные работы на водоемах будут проводить военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады. Теперь эти операции не входят в зону ответственности МЧС. Первые подрывы льда начнутся 18 марта близ села Сара Сурского района. И, соответственно, начинается работа оперативных групп по мониторингу за водкоопасной обстановкой. Сейчас уже группа работ езжет суточная. Круглосуточные дежурства переведены. Силы, которые у нас будут реагировать ими в ответственности на плотинах. У нас Хришевская дамба. И здесь дамба на ТЭЦ. То есть они работают должны на сон. Отдел природного характера перешли к поправкам в законы. Первые изменения коснулись жилищной сферы. Законодательство Ульяновской области привели в соответствие с федеральными канонами. Речь идет об отмене до 2022 года налоговых льгот для застройщиков. Это и пониженная ставка на землю, и льгота на прибыль. Замет, безусловно, у нас есть несколько инструментов, несколько программ, региональных программ. Это программа модернаторская ипотека, федеральная программа для всех граждан детского аварийного фонда. То есть ряд инструментов, которые позволят строительным компаниям участвовать в получении федеральных и, в том числе, региональных средств. Поправки коснулись и закона, регулирующего форму семейного образования в Ульяновской области. Условия будут установлены в порядке предоставления материальной мероподдержки, которая будет утверждена постановлением правительства. Данное право имеет технический характер, и план внедрения к закону Ульяновской области в связи с этим не требуется. Прошу поддержать. Мера поддержки подразумевает компенсацию затрат родителей или законных представителей детей, которые находятся на домашнем обучении, на учебнике и прочие методические материалы. В регионе практикой семейного образования сегодня пользуются около сотни семей. Рината Люлова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.